Есть одно важное очень, что мы должны сделать на этом саммите. И я хочу, чтобы вы это сделали сегодня вечером, когда придете домой. Это называется так. Перепись прошлого. Перепись прошлого. Что это такое? В твоей жизни, а в жизни каждого из нас, обязательно есть то событие, может быть одно, может быть не одно, событие, которое настолько было разрушительным для тебя, что оно повлияло на всю твою жизнь. И влияние этого события продолжается. Даже если оно было, может быть, еще в далеком детстве, а сейчас ты уже пожилой человек. Кто-то, какая-то девушка была изнасилована еще в ранней юности. Но последствием это стало, что у нее появилось недоверие к мужчинам, обида на мужчин. Она вышла замуж, но она не может доверять своему мужу. У них нет гармонии в отношениях. Она постоянно закрыта от него. Счастья в семье нет. Муж уже думает о разводе. И она сама постоянно чувствует себя несчастным человеком. Причина скрыта там, в этом изнасиловании. Я вам рассказываю пример, один только пример. Чтобы вы понимали, как это происходит. Слушайте. Как изменить это? Я вам скажу. Есть то, что ты можешь сделать с Богом. Есть конкретных несколько шагов. Первое. Ты должен прийти домой. Останься один. Если ты живешь сейчас где-то, где вас много в комнате, пойди на улицу. Пойди куда-то, где ты будешь один. И сначала поговори с Духом Святым. И попроси Его помочь тебе. Потом. Второе. Определись, что конкретно ты хочешь переписать какое событие на твой взгляд более всего сейчас влияет и разрушает твою жизнь. Выбери одно. Ты не сможешь сразу переписать всю свою жизнь. Выбери одно. Это нужно делать шаг за шагом. И потом. Возьми листок бумаги и опиши это событие так, что его не было. Например, если говорить об этой девушке, которая была изнасилована. Она берет и пишет, что в тот вечер она не пошла с подругой на улицу, где она возвращалась домой и была изнасилована. Она осталась дома. И у нее был хороший вечер. И она легла спать. И этого события в ее жизни не было. А значит, не было и последствий. И поэтому третье, что ты пишешь, ты описываешь конкретно тот вечер. была, я осталась дома, я никуда не пошла. И проснулась счастливой. И следующий шаг, четвертый шаг, ты представляешь свою жизнь без всех этих разрушительных последствий. Ты закрываешь глаза, ты просишь Дух Святой помоги мне увидеть свою жизнь без этих разрушительных последствий. И ты представляешь, ты начинаешь просто говорить. У меня счастливая семья. Я доверяю своему мужу. Я открыта перед ним. Я счастлива с ним. Он счастлив со мной. Я чувствую себя счастливой. Понимаете, да? И ты представляешь свою жизнь без этих разрушительных последствий. И ты, опять же, на листке бумаги пишешь свою жизнь без этих разрушительных последствий. Может быть, это будет в нескольких предложениях. Но ты утверждаешь то, что ты видишь есть в твоей жизни если бы этого события никогда не было. И потом ты просишь, Дух Святой, сотри это с моей памяти. Сотри это с моей памяти. И ты и ты провозглашаешь этого не было. Этого не было. И так, мой друг, ты берешь то ужасное, разрушительное, через что дьявол поймал тебя на крючок. что мы делаем переписывая прошлое. Что мы делаем, рисковывая прошлое? Мы срываемся с этого крючка. Мы и мы лишаем дьявола всякой возможности через то событие разрушать нашу жизнь. Почему, например, если это было совершено, произошло много, много лет назад? Почему оно влияет даже сегодня? И если ничего не изменит, будет влиять завтра и через 10, через 20 лет? Потому что ты принял этот факт. Это было и из-за этого в моей жизни эти проблемы. Но представь себе, ты с Богом отменяешь это. Этого не было. Что это значит? А это значит, тебе не нужно больше смиряться с этими проблемами. тебе не нужно больше с ними соглашаться, потому что причины этого не было. Ты уже можешь спокойно сказать, дьявол, пошел Меня это не разрушает, этого не было. И ты обрываешь то, через что дьявол держал тебя на крючке. Ты просто вырываешься с этого крючка. рассказываю вам реальную историю. Наш апостол ему долгое время снился один сон. И в этом сне каждый раз было одно и тоже такое очень тяжелое жуткое событие. И он ничего не мог сделать, он продолжал сниться. Как будто его сковывали, лишали свободы, но это было очень тяжело каждый раз. И он ничего не мог с этим сделать, он молился, не происходило. ничего и и когда он узнал о четвертом измерении и о том, что это можно переписать, он прямо сел и переписал этого. Потому что он увидел откуда это началось. Он начал смотреть в прошлое и он понял, что вот то событие из-за него теперь не снится этот сон. И он отменил это событие. Он написал, этого не было. И знаете, что произошло? этот сон перестал сниться. Я хочу сказать тебе, когда ты переписываешь, когда ты отменяешь, последствия прекращают быть. Это как дерево, которое вырвали с корнем. И ты знаешь, если вы вырвали, значит все листочки, которые еще сегодня зеленые, завтра и послезавтра они засохнут. Точно так же ты должен знать те события, которые те разрушительные последствия, которые сегодня влияют на твою жизнь, они прекратятся потому что ты с Богом вместе, вместе с Духом Святым ты отменил и переписал то, что тогда произошло. И Бог стер это. И этого больше нет. Значит все эти последствия засохнут. Итак, сделай это сегодня. футбол 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 Продолжение следует...